Ну, вообще, основные впечатления от турнира, от организации турнира, на самом деле. Это такой рискованный вопрос, близко и провокационно. Ладно, шучу, шучу. Понравилось, не понравилось. Конечно, все понравилось, если люди делают, в общем, с душой, желая, действительно, что-то было интересным, то трудно, чтобы не понравилось. Когда нет какого-то другого стимула, чтобы там денег заработать, не знаю, просто, чтобы для галочки людей собрать, конечно, будет хорошо. Естественно, есть к чему еще стремиться, но это, если я верно понимаю, первый опыт, когда к вам приехал вообще ян Костик из далекого города, скажем так. Не считая Новодвинск и Северодвинск, значит, поэтому, конечно, понравилось. Людям будет хорошим, это в первую очередь. То есть, видно было, что видеть меня рады, что у меня есть вызов на первый тур, ну, когда не прячешься от этого, а наоборот люди хотят только ее. Это, конечно, приятно. Ну, тогда сразу вопрос о сообществе. Как ты оценишь вообще уровень мастерства, ну, как мастерства, что это сообщество, уровень игры сообщества, как... То есть, они играют какой-то в местный свой Warhammer или, в принципе, Warhammer он везде такой, как ты здесь был? Конечно, размер сообщества играет очень большую роль. У людей просто нет возможности оттестировать на себе те модели и тактики, которые для нас являются превышенными знакомыми. Я не считаю, что размеры сообщества автоматически ограничивают эти возможности. Люди читают форумы, они смотрят видеорепорты, читают репорты, могут в Москву съездить, ребята у нас были. Вот Саша точно. Костя был мастерства? Да, Костя, Яна и, по-моему, все, как раз у меня ночевали. То есть, они все это могли видеть и, в принципе, никаких преград, чтобы иметь такой же опыт, ну, блин, сравнимый опыт с нашим в Москве, допустим, здесь нет. Ведь потому что сообщество каждого клуба, оно, на самом деле, не так уж большое. То есть, это глобально, у Москвы много людей. Но это не значит, что все они друг с другом играют, согласитесь, да? Поэтому здесь дело не в размере. Если ребята захотят, если они свои цели поставят, они могут научиться, и, ну, для этого я приехал. Они могут научиться и получить новые тактические приемы и комбинации, правила. Здесь нужно просто, ну, иметь желание, какую-то войну, читать, там, кодексы, читать кодексы, армии, которых у тебя нет, которых нет в вашем городе. И если людей реально мало, и нельзя их вот так создать, да, позвать, то я бы рекомендовал специально, ну, наоборот, скидываться с средствами, там, покупать хотя бы книги, там, или базовые модели разных армий, чтобы люди могли тренироваться за них играть. Я думаю, что многим это будет интересно. Ну, когда вот вроде играешь с одним и тем же, ну, скучно, да, а саму себе там новую армию покупать, ну, тяжело. Мне кажется, вполне можно сделать, ну, неким общим делом. И тогда новый игрок, попадая в сообщество, уже бы имел, ну, не то, что кто-то ему дает свои модели когда играть, а он имел какой-то клубный набор. С этого начиналось сегодня в Москве. Первым нашим опытом, решением, ну, когда еще было общество военно-технической игры, было создание клубных армий. Чтобы новичок, попадая в клуб, он только что, о, а это сколько стоит, а это, о, столько, пять тысяч, да, о, и так далее. Значит, сразу брал, поиграл, ну, и уже мог потихонечку там покупать что-то свое, да. Вот такая идея. Если говорить об уровне, ну, конечно, опять, ну, опыта не хватает, что называется, да, можно больше. Но главное, о чем я и говорю всегда, что искусство игры Вархаммер, это на восемь процентов, на восемь процентов, это умение владеть собой. Потому что это умение сконструироваться, быть внимательным, не поддаваться эмоциям и прочее. Даже на этом турнире были партии, которые могли закончиться, совершенно не так и не закончились. Ну, не 20-0, к минимуму. Потому что я не говорю еще о победе, но уже не 20-0, это важно. И люди, по большому счету, давали мне такую возможность не за счет моих каких-то особо гениальных свойств, а просто за счет того, что они, ну, волновались, или, ну, под влиянием эмоций совершили ошибку. Или на третий ход там уже все махнули рукой, ну, сдались морально, да, и так вот, ну, отвали, кидали кубики, типа, чтобы только, там, дожить до конца. Хотя еще были шансы, опять же, к минимуму, ну, не дать такой результат, а возможно даже и победить. Потому что, ну, победа порой, она скучается в контроле точек, да, там, особенно комиссии, не знаю, то, чтобы кого-то убивать. Не важно, сколько ты понимаешь, потери, да. Главное, где оказались люди в конце. Ну, вот, кстати, вчера, когда я был, смотрел на столах, как бы практически на всех столах, ну, я смотрю, второй тур, да, была миссия «Релик». Ну, в логичности. Большинство воевали не за «Релик», а только чтобы смести со стола кого-то. Ну, фишка в том, что «Релик» нужно держать на последний ход, да, а не на первый, второй и третий. Поэтому это моральное ответственность, конечно, не произносит. У большинства не оставалось, чем держать уже. Ну, у меня тоже не так уж много, чем держать, собственно говоря, да, когда этот «Релик» был. И, кстати, уже с кем я играл миссию «Релик», не помнишь, Костя? Это был второй тур, да? С Игорем. С Игорем. А, да, с «Портом», да, без «Портом», там просто я его, ну, он весь умер, просто очень быстро, да. Но если бы он захотел играть по-другому, да, то есть, к примеру, ну, хитрость, не просто в лоб, да, пошел, по-урочему, что давать, то он вполне легко мог бы оставить именно меня без, ну, без того, чем держать этот «Релик». Потому что я делаю только «Трупса», а «Трупса» у меня, ну, конечно, хорошее, допустим, ну, основной отряд, там, интервью, да, и красиво. Это взвод, но медленный. И это тактический отряд, их там, 2-5. Ну, и маленький командник взвода, там, 5 человек вообще, они стоят там сзади с адресной пушкой, молятся, чтобы их никто не заметил. Значит, поэтому на это очень легко можно сыграть. В общем, в особенности, неверно на такой миссии ходить первым. Ну, просто легко очень питать одну модель, кто держит «Релик», и все, и ты уже не выигрыш. Так сложилось на этом турнире, что мои оппоненты все 5 раз выиграли первый ход. Но 4 раза из-за этих 5, да, я просто перехватывал них инициативу. И, как правило, даже без переброса за Торкомианду Коттеза. И здесь еще один момент очень важный. Вархаммер это игра не шахматы. Это не синий против красных, не белый против черных. Это игра с легендой, очень мощной легендой, которая является одной из причин популярности игры. Поэтому, мне кажется, очень важно, ну, играть некую роль тоже, да, там, вот имени песка командира. Вот я каждый раз перехватывал инициативу и рассказывал, что вот, инквизитор Коттез, там, засылает своих шпионов, ряды врага, там, слышит шепоты, там, слухи, все. И вот после этого он без сомнения перехватывал инициативу, и бам-бах 4 раза подряд, понимаете. Я убежден, что, ну, я, по крайней мере, не слышал о таком вообще никакой, да. То есть 4 раза он утреняет инициативу. Это забавно. Я все время ход проиграю, да, но потом, и когда, честно, в пятой игре, вот, мой оппонент Илья, ну, выиграл первый ход и начал ставиться, мне было немножко даже жалко уже просто. Вот я чувствовал, чем это кончится. Знаете, уже когда волна пошла. Ну, так и получилось, мы там играли, ну, час всего, да. Я ничего не скрываю, в силу того, как оппоненты в себе веребят же, может быть, волновались, непривычки. Ну, не, армия непривычная внешняя. Ну, необычные вообще обмени привыкли, ни для кого, прямо скажу. То мне было не очень трудно. Но сказать, что это получается автоматически, нет. То есть, конечно, приходится думать. И так, что прям легко, о боже мой, что это такое, да, и я легко выигрываю. Такого, конечно, не было. И, ну, все оппоненты, и, допустим, Ян, очень, ну, у них не будет быть, Ян и Ян, да, играли разумно, имей некий план. Просто, ну, где-то мой план оказался лучше, и все. Где-то мне уж повезло, всегда есть удача, конечно. Где-то просто рискованно поступили и за это поплатились. То есть, это не было какой-то легкой прогулкой. И более того, вот момент, ну, вот, легко, извините, когда ты сыграл 20-0. Ты говоришь, ну, типа, вот это была легкая игра. Нет. Был момент, когда все вот висит на весах. И если, допустим, я не побеждаю, меня побеждают, уничтожают. И я об этом никто не знает, принял партию со стороны. Им кажется, ну, не только итог, да, 20-0. Ну, ты молодец, а он там, типа, тряпка, да? Ну, это не так. Вот когда все висит, ну, в равновесии, в балансе, только ты знаешь, что происходит. И действительно, это момент волнительный. Ну, грубо говоря, попадаю в орбитальную брудировку или не попадаю. Вот я играю с орками, не попала в орбитальную брудировку, все, я проиграл. Ну, с большой разностью. Он, конечно, умный, кстати, живым человеком, да? Но очень ситуация меняется сейчас на другую сторону. Ну, я там, слава богу, там, с перебросом за 12-ю попадаю. Ну, понимаете, то есть все очень тоненько вопрое бывает. А итог, это уже другой вопрос. То есть это, возможно, был очень непростой момент. И целый ряд рискованных решений, кто я понимаю. Рискованных, порой, ну, даже глупых, там, ну, даже смешных, да? Вот, вот, типа, мардианцы встали, там, путем к плечу, там, со штыками, там, вперед. Вот, это был рискован момент. У меня ворк атаковал, чаржил, да? На второй ход. Он ходит первый, я знаю это. Я не гарантирую, что я инститиву перехвожу. Нет, я не перехватил у него. Единственное, да, у кого. То есть он меня атакует на второй ход, я прям перед ним стою. Вот прям стена построилась, прям, давай, иди сюда. Конечно, делать непросто, да? У меня была, там, овервольф, баллистику, я стоял за эгидой, то есть, там, надо когда-то дефекватерей, ну, вы поняли, да? То есть, это не то, что дебилизм, да? Но это риск тоже, с моей стороны. Там, два вагона надо еще убить. Раз, я не убил, да? Да, конечно, ну, вы понимаете, ряд вещей я предусмотрел. У меня, кстати, центрионы, там, кто-либо ломает вагон. Но все это, все же риск. И могло все обернуться по-другому. А со стороны я только и только, что 20-0. Но, в общем, было интересно. Конечно, были турниры, где, там, ну, больше все, наверное, висело в балансе, да. Но, мне было интересно. Ты как-то готовился специально к этому турниру, там, ростер, как бы, подбирал или... Да, конечно. Вообще, собственно говоря, победа, она начинается заранее. То есть, я не вижу ничего взорного, я анализирую метагейм, я смотрю, кто зарегистрировался на турнир. Я же ростер, не обязан заранее услать. Здесь этого не требуется, где-то требуется. Значит, я смотрю, есть армия, и подбираю ростер, конечно, соответственно, тем угрозным, который искать все встречи. Я, например, обратил внимание, что у вас мало, ну, неземных рас, ну, ксеносов, и нет Тау, например, вообще, да. Ну, отлично, да. Соответственно, я на это не рассчитываю. Я беру, ну, ну, например, в чем-то выражается, что я оставил в ростере два дропода с спейсмаринами. Против Тау они обычно уходят, ну, их, ну, и служит здорово. Не знаю, что убивают, но это опасно. Я понял, что будет, соответственно, большое количество летающих, ну, самолетов. Это я взял Квадган, гид и Квадган, чтобы иметь торсер, ну, иметь возможность их нормально сбивать, просто. То есть, нужно на это, не сказать, подготовиться. Ну, вроде такого вот решения, да. Какой орден инкведиции? Мне обычно орден Хсенос, да, чтобы хороший трет был иметь перифердение против Хсеносов. А сейчас я взял орден Херетикус, чтобы иметь перифердение против Хсеносов, потому что там, как правило, ну, имперская армия или армия с Хсеносов. То есть, мне это, ну, выгодно было. И в нужный момент, когда она играет с Яном, конечно же, с нужным вступлением по легенде, что вот, ненависть проклятым юридикам и предателям императора, ненависть с Хсеносов, бас, конечно, она выпадает. Это Барлор Трейд, один из шести, да, на Тукене-четверку. И забавно, я кинул три раза орбитальную бордюровку на Туитах. В армии-то ее нет вообще, понимаете, когда она прям игру делала, спасала, да, но в армии ее просто нет. А на месте вот такие вот три, ну, я прям говорю, вот, хочу, трейд, сжигатель миров, три, тадам, ну, понимаете, вот, может быть, я и кинул бы три, но тогда бы это забыли, понимаете, правильно? Но если ты так вот пафосно сказал и кинул, это разрыв шаблона, понимаете, в этом идея. Ну, надо как бы жить, да, надо проживать момент, когда любой-то универ, он не будет за рядом. Ну, если просто кидаешь кубы, там, ну, типа, надо кинуть, кубы, я кинул, да, ну, ладно. Ну, это не то, зачем там в архаме играть? Играешь армию. А как тебе росты соперников? Ну, то есть росты, я, как понимаю, зачастую, к сожалению, исходили из того, что где просто было, что они успели покрасить. Кто-то там играл не своей армии, там, допустим, вот, Константин, играл не своей армии. Орки, ну, парню из первых вообще орками играет, понимаете, сейчас это встреча, армия орков, в честном виде, бессоюзник, вообще давно не видел. Тиранида вполне нормальная, ну, и Пескогвардия, конечно, ну, тут уже сейчас не играет просто. Когда много машин с большими пушками, в текущем, ну, слишком много дали средств, чтобы с этим бороться. Очень много ковера, это же эгиды, которые можно что угодно брать, инвульф, только встуешь сам себе, там, невидимость, ну, что хочешь, короче. И игнор ковра, то есть он выходит из эгидов, у меня в армии 4 писателя, из них 312 умеет, да? Ну, как бы, как-то я обычный игнор ковра нахожу там, да? И, соответственно, ну, тяжело, что мне против писать вообще, в большом счете, потому что на положившихся только на машину, ну, преимущественно. То есть не все росты, конечно, были оптимальны, но тираниды реально могли доставить в ней очень большое неудобство, если бы они, ну, не пытаясь играть стандартно. То есть, ну, у меня действительно армия интересная и очень прочная, что ли, да? И если пытаться просто не бодаться стенка на стенку, ну, скажи, что ты проиграешь, если не мешаешь специальных средств. И поэтому, хотя они просто уставят все на стол и идут всем вперед, ну, наверное, их убьют, да? Значит, если бы не пытаясь что-то сходить в резерве, что-то просто не есть, ну, раньше-то у Центрионов те же, главный удар на стенку небольшой, 24 дюйма. Если бы просто не лезть все время в эту речь самому, то я просто не успевал убивать. Не спать, что это тоже дание орехов, потому что у тебя армия вроде такая-то ужасная, как ты все делаешь 20-0? Да ко мне сами приходят, знаете, то есть приходят и под максимальную раздачу получают. Если бы они этого не делали, то, а пытались бы, сказать, хитрее, ну, они, возможно, опять же, не выиграли бы, да? Но это было бы не 20-0, а может быть, где-то ничейщик такая, да? То есть, там, большой вариант. А если просто ставить, вот у меня стоит тиран, вот у меня там сванлорд, вот моя корова, вот у меня все стоит, короче, я перехватываю инициативу, там, минус половина, да? Ну, во-первых, с этого можно перехватить, даже не имея никакого-то вопроса, кивену штерку, надо закладываться. То есть, однозначно закладываться. Ну, кроме случаев, если думаешь, вот если он перехватил стил, мне конец, все или ничего, да? И, да, ну, что там молишься, там, ждешь, да? Вот, а в нормальной ситуации, наверное, закладываешься. То есть, это возможно. И, ну, как этого не делают, ну, странно просто. Вот у вас игрок был, мне говорил, что он до меня, как-то, туниль выиграл, Костя Тианин, да? Ну, не знаю, как его зовут, правильно? Костя. Да, да, Костя. Ну, вот он до меня туниль выиграл. То есть, он имел все возможности, у него хорошая армия, он сам не глупый вовсе. Но, вот, видимо, волнение, где так выеет? Я не говорю, что я не волнуюсь. Ну, надо настроиться просто. Готовься к туниль. Да, я настраиваюсь. Ну, драйв, кураж. Вот это просто, и остальное не тяжелее, а солдатика. Надо удовольствие получать. Он выкидывает идеально для себя Warlord Trade по таблице. Ну, типа, мастер городов, покоритель городов. Там все и стоят не руины. Ну, там ночь. У него осталось в руинах, да? И его мусор кавер в руинах. Он не использовал его за игру ни разу. Это было очень важно. Это бы сильно спасало его монстров. Ну, всех спасало бы, да? Ну, кавер в садим. Он просто не забыл бы. Хотя мы очень подробно это обсудили. Я сказал, какой у тебя классный. Прямо трейдбог это выкинул просто, да? Он, а что он делает? Да вот тебе подсадили, говорю, а-а-а-а, понятно. И никогда не в пользу. Понимаете? Ну, вот это и у меня волнение. Это вот гладкое было на бумаге, забыли про враги. Это и чудо, да? Чудо этого неповторимого процесса игры. Вот турнир неповторим. Никакой клубная игра, никакой турнировка не дает того, что происходит на турнире. Люди не волнуются просто. А это очень самый важный факт человеческий, который есть в игре. Вот у чего еще. А ты волнолокал вообще по турнирам, по разным городам ездишь? Ну, я целый год в «Вархаммер» не играл и продал все свои армии почти, да? И я, собственно, играю тем, что у меня осталось не продано. Отчего весь рост это возникает, да? Но это мой тезис о том, что играть можно всем. То есть просто нужно найти комбинацию, где этот ряд будет работать. Я, ну, не буду сейчас восторговаться почему. Ну, продал 80% своих моделей и не планировал даже, чтобы возвращаться в «Вархаммер». Ну, душа, поэт, просит, что называется, да? Творческие силы некуда девать. И целый год я никуда не ездил, конечно. Вот это первое турнир, куда я поехал после этого перелива. И ростик, который я стоял на УЧР, где-то на третье место, он был в связи с тем, что просто у меня было, ну, две их продаванные модели, что у него осталось. А хорошо, что с этим я и играл, понимаете? То есть тут всегда нужно исходить не из того, что, боже мой, какой шлак у меня остался, да? Думаю, ну, ладно, остался шлак, но как бы так его, так вот, да, чтобы что-нибудь еще придумать, да? Вот оно так и работает, все до сих пор. Я всегда иду, ну, вот, постепенно улучшая ростер, армию, то есть, ну, что-то добавляю, анализирую ошибки, понимая, ну, какие проблемы. И самое главное, что я знаю слабость своего ростера, зачастую их не знает оппонента. И я ставлюсь, знаете, слабая сторона, просто, ну, как-то не влевать, за счет тактики, там, ну, чего угодно, удачи, там, резервов не вводить, ну, у меня проблема с тем, чтобы убивать противника, если там засел. Так я его приглашаю. Ну, как бы так ставлюсь, ну, вот он я, бери, да? А если он там сядет за стеной, то просто нечего вас выбивать, да? Если таких примутарных отрядов, то там, телепортируются, это приезжают, там, всех карают, ну, нет. Поэтому, если бы противник сами никому не ехали, там, всеми силами, ну, как вот, если бы играть с ядом, тоже, там, не отряд, ну, вот, Тифус, спавный, да, с волшебниками летающими, да, правдой. Ну, к большому счету, ну, не мог он до меня дойти, ну, это невозможно. Опять же, я верующий баллистику, там, ну, и в этом полтоне взводят четыре героя, да, если он доходит, его там, вкатывает в асфальт, понимаете? Ну, он смело, как, берет вперед, да, причем, и опять же, институт приходит, ну, знаете, вот, сам берет вперед, да, то есть, ну, это похольно, там, это весело, но, если бы он играл несколько по-другому, да, ну, это была бы уже другая игра, с ним было бы неудобно. А когда просто волны выходят по одному еще из резервов, там тебя накатывают, ты их, ну, потихонечку расстреляешь, ну, конечно, это, ну, основа тактики. Суть тактики в том, чтобы в каждый данный момент, в ключевом месте, у тебя была сконстрирована больше сил, чем противник. Не вообще больше, это невозможно, на самом деле есть очков, а в данный момент, в данный месяц. Ну, понятно. Вопрос, не поверя, успел посмотреть город там? Да, да, конечно, конечно. На Миршпеке здание специально, в четверг, вечером еще приехал, и мы съездили в Малый Карелан, по городу меня проводил Илья, спасибо за это большое. Илья, правильно? То есть мы пошли по набережной, по центральному городу, улице, Арбатвашка как называется? Чумбарка. Чумбарка, да. Чумбарка. Вот, там, значит, памятник сказкам Степана Песахова. Кстати говоря, я понял, что именно его сказки были коронизированы в виде мультиков, которые я в детстве смотрел, и даже вся книжечка, я почитать, мне очень понравилось. Это прекрасные сказки, которые не теряют своего очарования и значения, ну, и детские тоже. Но они очень характерны в плане именно русской северной культуры, потому что она отличает, у нас любая культура северная, ну, кроме, там, Кавказа, потому что. То есть Москва северная культура. Конечно, понятно, что, ну, сейчас она во многом возрождается, сейчас просто, ну, размывание самого передачи традиций от поколения к поколению. Но идея-то остается, русская культура всегда северная. Ну, на крайней серии, конечно, какая-то шутка, там, про Львина, там, про Мороз, минус 500, это понятно. Но идея всегда остается те же самые. То есть, год посмотрели, и, ну, воинские памятники подошли, там, другие места предприметные смотрели. Конечно, мне было интересно, приятно. Ну, на самом деле, вопросы уже закончились. А напоследок, в двух, там, ну, в трех фразах рецепт, в общем, успеха от Степана для тех, кто... Ну, мне, с вашей позвонить добавлю не только рецепт, но и рецепт следующий. Ну, пусть надо думать головой. Ну, это элементарная вещь, его трудно называть в два-тое слова именно, то есть, ну, думайте своей головой. Все, что происходит, надо контролировать. Почему так, какие будут последствия, если сделать так, что будут камнями, у него армия, сильные стороны, слабые стороны, и все. Ну, просто надо контролировать процесс, владеть ситуацией. Когда твой мозг, именно разум, мысль, обнимает все, что касается этого, ну, события, более прочее. Ну, так можно просто жить, да, это в Архайме не является как-то особой сферой. Тема пожеланий в целом, скорее, организаторам турнира. Сделать турнир за предпринимающими не стоит много денег вовсе. И у меня нет никаких конкретных претензий, но гостеприимство, особенно, когда я приехал, первый человек, который был по городу, и он один, да, это важный момент. То есть, оно во многом было соблюдено, конечно, ну, что тебя встречают, провожают, что есть ребят, стоят, проводят там вечера, вы с ним что-то играете и прочее. Ну, что ты не остался один. Вот такая квартира, сиди там жить, читай книжку, да. Что есть какая-то культурная программа, что, ну, на турнире. Это все во многом есть, я даже не конкретирую, просто пожелания. Есть разные интересные номинации, ну, ты на для гостей, там, ну, какие-нибудь ачивочки, там, типа, убей свой отряд, там, в стенку, ну, что-нибудь такое. Ну, чтобы всем было весело. Ну, какие-нибудь квизики, там, да, ну, такого-то вещи. Парринги тебе реально подбирают. Здесь это практически случилось само собой. Парринги с тех людей, которые хотят с тобой сыграть, и ты с ними хочешь сыграть. Это было вполне возможно. Ну, по очкам не обязательно формально соблюдать. Это не олимпиада. То есть, если примерно близки, дайте им поиграть. Ну, сами, допустим, у тебя очень Даняовых сыграет. Ну, к примеру, да. Я не знаю, у него там по очкам, ну, там была об этом вещь, что нравится. А кто-то не хотел со мной играть. Ну, сами понимаете. То есть, вот такой элемент человеческий, он действительно делает унир, ну, не забываем. Особо в гости приехали. Это делается в Новосибирске. Не поставьте, чем сомните. Его очень важны в городах. Екатеринбург, Омск, Новосибирск, там Вологда, Краснодар, где там все на севере были. Ну, в Питер, понятно, да. У вас теперь вот самый северный точка Архангельса, где я был. Ну, да, вроде вот все. Да, пока не помню еще. В Самаре точно давно был. Значит, вот там они это делают все. С тем, ну, ты приезжаешь в гости. Ты гость. И цель прибыть не то, чтобы просто поиграл, там очки не набрал, ну, молодец. А действительно, из Москвы к нему люди редко приезжают. И там и чейндж-зайл записывают. Это зачастую и вторые дети, которые там уже и с тобой играют, которые с тобой, допустим, не играли в прошлом году, но хотели это сделать. Ну, понимаете. Вот такие маленькие вещи, внимание. Особенно, когда приглашающая сторона, нас считает, Саша, им, конечно, спасибо большое за... Ну, без него наработка не было, правильно? Поэтому всегда молодец организатор, потому что он инициатор, он автор, творец. Ну, просто хотелось бы больше видеть. Даже вот наша игра в Манечка сегодня, это большое, что мы были инициативы. Манечка сам принес Даня Орех, который не смогу кататься, и я себя не просил, но его не принес. Ну, понимаете, да? Я, конечно, парень инициативный, и мне все нравится, но хочется, чтобы это было больше делом сообщества, чтобы это было совместное. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Или еще.